В Новом Уренгое припарковался автобус здоровья. Специалисты Центра медицинской профилактики продолжают выездные обследования. Передвижной комплекс преодолел больше 400 километров. В газовую столицу он прибыл из Надыма. Очередь из желающих проверить свое здоровье выстроилась с самого утра. Горожане смогли измерить давление, узнать уровень холестерина и сахара в крови, проверить сердце, получить консультацию врача-терапевта. Воспользовалась этой возможностью и наша съемочная группа. Мария Федорчук продолжит тему. С самого утра новоуренгойцы выстраиваются около делового центра Ямал. Именно здесь припарковался автобус здоровья. Центр на колесах вызывает настоящий ажиотаж. Каждый из пришедших хочет войти сюда и узнать о своем организме буквально все. В городе машина пробудет всего сутки, времени мало, а желающих все больше. Те, кто прошел диагностику, делятся впечатлениями. Советы сказали, как правильно поступать и как лечиться. И особенно мне как бы что сердечно-сосудистой системой сказали, что надо обязательно сходить к врачу, чтобы врач-терапевт назначил лечение от давления. Самое главное, что проверили сахар, уровень сахара, колестерин первоначально. То есть уже сразу какое-то облегчение. На небольшом пространстве умещается все необходимое для проведения диагностики. Чтобы получить подробную информацию о своем организме, достаточно предъявить паспорт. Сразу после этого медики приступают к проверке. Сначала измеряют давление. Эту простейшую процедуру, по идее, должен проходить каждый северянин. Многолетние наблюдения медиков показывают, что это далеко не так. Многие люди ходят и даже не знают свой уровень давления. А ведь это может окончиться гипертоническим кризом и более серьезными последствиями. Также часто выявляются повышенные показатели сахара. Это тоже требует более дополнительного обследования и консультацию эндокринолога. Теперь проверка пульса и насыщения организма кислородом. Это делается с помощью надетого на палец колпачка с проводом. Старые простые методы измерений в далеком прошлом. Сегодня на службе у диагностов новые технологии. Ваша задача – сжать прибор на максимально вытянутой руке. Со всей силой. Сжать? Да. Именно сжать. Проверяем вашу силу. Все можно. Отпускаем. С помощью экспресс-теста можно узнать уровень сахара и холестерина. Для этого требуется всего капелька крови. Ее берут из пальца специальным ланцетом. От прокола до получения результата всего две минуты. Это не больно? Это не больно. Да, действительно, я даже ничего не почувствовала. И так вот быстро и совсем не больно каждый желающий может прийти и узнать показатели своего организма. Во втором отделе экспресс-машины к пациенту подключают электроды. На компьютер передается полная информация об организме. Проходимость артерий, содержание жировой ткани и воды. Кроме кардиограммы на экране можно увидеть и само сердце. Вы видите портрет сердца. Это как светофор. Если плохая кардиограмма, он будет красный. Другие оттенки будут. А если здоровое сердце, вот как на данный момент, у нас зелененькое, здоровое сердечко. В этом автобусе нету равниловки в работе с пациентами. Все зависит от индивидуальных особенностей пришедшего на обследование человека. Тем, кто постарше, измеряют глазное давление и проверяют дыхательную систему. На весь процесс уходит всего 30 минут. После этого терапевт оценивает общий уровень здоровья и дает рекомендации. Здоровье интересует каждого человека. Это очень удобно, мне понравилось. Взяли кровь, сразу же сказали результат. В Надымском центре медицинской профилактики чудо-автобус появился в сентябре. За это время он успел побывать в Губкинском, Карачаево, Муравленко, Пуровске и многих поселках Ямала. Выездные обследования медики планируют проводить постоянно. Мария Федорчук, Давид Давитошвилю, служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова